Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Благословенный мир вам! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, пишет нам Виктор вопрос достаточно большой, серьезный и насущный в тех странах, я так понимаю, Украины, Россия. Одно из мест Писания, евреям 11.31, говорит, «Верую Раав блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Об этом же в Иакова 2 главе 25 стихе. «Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» Писание говорит, что Раав обманула царя и не погибла. Можно ли думать, что это допустимо в нашем веке благодати? Будет ли грехом применять взятки и документы, искажающие действительность, но способствующие достижению благих целей? Как на это посмотрит Иисус? Подобных ситуаций много. Например, когда касается детей, оставшихся без родителей. Чтобы помочь детям, необходимо собрать полный портфель документов. И тут есть два пути. Один долгий, изнурительный, с бесконечными очередями во множестве кабинетов. Когда с работы уже трудно отпрашиваться, отпуска не хватило, отгулов тоже. И есть другой способ – положить деньги с заявлением о желании помочь детям жить в семье. Можно ли воспользоваться вторым? Мы как-то говорили уже об этом вопросе или о похожих вопросах. Мы говорили, по крайней мере, в двух передачах. Одна из них называлась «Ложь во спасении», где мы касались вопросов так называемой «белой лжи». Я там подробно описывал разные подходы, которые были у христиан на протяжении истории. Вторая передача, мне кажется, была у нас на тему взяток вообще и взяточничества. Тоже просто нужно вернуться к тем передачам, их прослушать, потому что там подробно мы рассматривали. Но здесь несколько вещей, которые из этого вопроса стоит отметить. Первое, на чем бы я остановился, относительно Раав. Когда Писание говорит о вере Раав, Писание не говорит о всем, что делал Раав. Писание говорит о том, что ее главной мотивацией, которая у нее была в данной точке, она была язычницей, она была блудницей. Мы не знаем, было ли это только ее прошлое, или же на тот момент, когда она приняла Саглидатаев, она была, во всяком случае, она известна была как блудница. Почему, естественно, было, что к ней в дом приходили мужчины, и это никого не вызывало вопросов. Но она, находясь вот в этом положении, естественном положении своего греховного прошлого, или же часть языческой культуры и народа, и жизни, она, услышав об Израиле, она поверила в том, что этот народ, которому Бог отдаст эту территорию, и эта вера, она заставила ее принять и скрыть этих Саглидатаев, и эта вера, она стала инструментом спасения ее жизни. То есть, когда речь идет о действии Раав, то мы не можем ее ставить на один уровень с людьми, которые познали Господа, христиане, они уже живут со Христом, они знают Божию истину. То есть, это человек неверующий, находящийся в процессе приближения к Богу. То есть, мы не можем ее ставить стандартом и образцом для всех эпох и для верующих тем более. Это первая сторона, которая стоит здесь отметить. Вторая сторона относительно оформления разных документов для благих целей, когда мы это делаем в бюрократической системе, которая построена так, чтобы генерировать взятки или намекать на взятки. Я думаю, ключевым фактором здесь должно являться следующее. Если мы, благодаря кого-то за что-то, так скажем, то есть, проявляя какую-то инициативу, чтобы их заинтересовать в более быстром решении вопроса, если мы этим путем толкаем этих людей на незаконные действия, это неправильно точно. Почему это неправильно? Ну, например, какие-то подложные документы, какие-то вопросы, которые будут выражаться в ложных утверждениях. Представьте себе ситуацию, вы, желая добра, вы подкупаете человека или заинтересовываете его, скажем, мягче, в том, чтобы он сделал то, что нужно, он пишет неправду или он делает подлог документов какой-то. И потом проходит время, сменяется начальник, приходит другой начальник, и он вскрывает все это и говорит, подождите, а здесь же просто, здесь же настоящий подлог. Вы даже ради благого дела, но вы придете к тому, что это будет поношением на Христа, на вас и на вашу благую цель. То есть, абсолютно точно нельзя пользоваться такой методикой, когда речь идет о нарушении законов, когда речь идет о лжи, когда речь идет о подлоге, когда речь идет о каких-то явно неправильных действиях с точки зрения морали, с точки зрения закона. Есть другие ситуации, в которых, я думаю, нам можно найти какое-то оправдание подобных действий. Другие ситуации. Ситуации, которые связаны не с подлогом документов, не с искажением фактов, не с ложью, а с тем, что этот человек останется после работы и сделает вам те документы, которые вы не можете добиться в очереди. Или же он проявит большую скрупулезность в том, чтобы найти законный метод, как это вам сделать, кроме своего шаблона, своих действий. У каждого чиновника есть определенный протокол, что они делают. Но в каких-то ситуациях нужно посмотреть глубже, найти какие-то дополнительные основания, условия для того, чтобы это сделать. В этих случаях, на мой взгляд, не будет противоречия тому, что Господь тем принципам истинности, которые Господь говорит. То есть, если нет в наших документах лжи, и мы просто хотим сократить, пройти всю эту огромную волокиту, ускорить процесс, это можно считать как подарок, не как взятка. Совершенно верно. А ты заинтересовываешь человека, чтобы он проявил экстра усилия, проявил, может быть, взял дополнительное время и так далее. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, благодарим вас, что были сегодня с нами. На сегодня все. Храни вас Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.slова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.